Только уявите себе. Угу. Это там саправдный слуцкий поезд. Дорог тут не было. Это старая брукованка. По слову называют Бусько. Грукова Асамерит называется. Святый человек. Должен был погибнуть от той лопаты. А я давно сказал. Будь маведы свой род. Сто шляхом запрошали нас. Сто дорог говорили нам. Не сядь, не сядь, не сядь дома. Тут и все, тут и все. Привитание. Это тревел шоу Бусь Беларусь. И сегодня мы едем у туров. Но эта история пошла на шмат ранней. И мы заехали на стоянку першобытного человека. У вёску Юровича. Угу. Стоянка першобытного. Вон она тут стоит. Ну что, пошли ждать решетки мамонта. И поглядем, как оно было. По водле исторических звездок, першобытный Беларусь заявился в Юровичах 25 тысяч годов тому. Что тут осталось именно от першобытного человека? Складно сказать с докладным. Потому что ну все тут у мамонтах, у каменях. Только уявите себе. Не было еще ни Минска, ни Киева, ни Гомеля. А старожитные беларусы тут смажили барбекю с мамонтов. А я тут не смотрю с таким вот пригожим видом. Минска Я еще засталился тут, как я бачу. Каменная живопись. Не ведаю, каким годом это тычется, но ты не имеешь атмосферы и это все узнаешь. Ну что? Довольно, довольно удобно. Так не подтекает. Может быть все удобства на улице. Зато я от солнца Хавайи даже так само. Тому ставим, ну, мощную четверку. Нам пошанцевало другую поездку. Быть на таких рельефных местах. Юровичи, это начат. И мы сегодня тут. Молодым дорога. Теперь все. Ну да, сейчас уже. У вас тут так пригожи, буслы. Души наших предков перейшли в буслов. Наши предки думали, что они переходят в кружа, в ловка, в медведя, в бусла. Я отображал вот это все в своих работах, в скульптурах, в графике, в живописи. Вот этот головной убор в виде аиста дюба. Так что вы не побачите ни в одном музее. И вось тут. Вот это, да. Это, как и шли в сват, и звали своего предка, чтобы он же помог. Вот это молодая идея накрывали вот этим белым светом. Вот эта белизна, вот этот белый свет, вот эта вода, вот этот белый свет, красный это небо, солнце. Вот. Так что я как разумно и просто была. Коли мы спробуем найти полезскую душу, то она тут. Да. Вот эта полезская душа именно тут. В любом серьезном месте тут повинен быть музей. Музей – это самое крутое. Там живут люди и ведают усё, и могут тебе показать усё. Только главное, и не разваловать там бабку, какая сидит. Ну ты готовы убачить рештки? Мамонтова. Мамонтова, яких… Придется признать, мы какие-то их ели. Ну и ладно. На самом речи, я лечу, что это не совсем правильно по рештке тримать вось так у музея, и можем их переховая. В Вильне? Нет, нет, нет. Проблемка есть. У нас нема типо человека, я тебе там всё покажу и расскажу. Али, я сам, великий мамонтовед, я просто тебе поднимаю. Алло. Угу. Алло, алло, да. Там зараз человек подъедет… Ой, там Лиза точная уже. Алло! Здрасте! Ты решит на карата? Вот это хаос мира. Эти. Я вот это отлюстровываю в своих працах. Вот это прошлое, это деды. Угу. Миска, ложка, свечка, когда деды. Это и обрады. Это один из разумнейших обрадов языческих. И тут деды считаются и радоваются. Прыедок наш на деды прилетел. А-а-а. Это, як бы, духи. Да, это, як бы, душа. Протка. Протка у нас. А там внизу хатки, бачите? Там внизу, вот. Вони все слетаются, души, як бы. А это уже новое поколение. Живы тут. А вот это якорь. А якорь, это… Сюда я говорю, чтобы был путь из Варага в реки. Тут у нас есть вот эти болоты, которые… Это было море Геродота. И крыши в Туровске каменные. Да. И это наши крыши. Вони везде, по всех регионах, по лесах. Не только в Турове. Тут и в Черебличах, и в Аждамничах, и в Коротчах. Кроме этой крыши. Эти крыши цекли против течения, я бы. О. Да, да, да. Так вот… С Киева. Приплыли до нас банда. Ну, так это не то, что они против течения цекли. Такая философия, мышление. Язычество и вся Вселенная – это и есть Бог. Природа. И это тоже есть Бог. Это место, где находится и Мушинский монастырь, и храмы, которые сейчас находятся на реконструкции. И что самое интересное – это 17-18 годы, где был и языцким коллегиумом, который шановали и католики, и православные верники. Давайте поглядим, как выглядит реконструкция этого храма. По легенде, именно на этих местах замешался старожитный турал. И что еще самое интересное – что слудские поясы, заховаясь для наших джон, и находятся у Национальной массадки музея Незвиды, именно из этих мест. И вот там, кажется, лежит слудский пояс, вот этот пояс. А, это там соправданный слудский пояс? А, можно докрануться. Зараза же их не дарят. Я зараз заплачу, я такое только читала. Я один, где бачила, где-то у Незвижского замка, и то там была подробка на Радевилово. А, потому что раньше люди владели силой мысли природы. Это зараз от нас отобрали вот эти гаджеты, гаджеты, и все. А раньше человек владел вот эту силу. И природа, и человек – это интеллект, который развивается, и он хочет победить природу искусственно. Вот, понимаете, я перерабляю вот это все. Ну, в мире, ну, бачите, что зараз родится. Вот такие мои мышления. Человек должен был погибнуть, что было связано с хлебом. Потому что человек поклонялся то хлебу, огню и воде. И вот крестьянин должен был погибнуть от той лопаты, что было связано с хлебом. И созывал свой род. Это было семейные брата. И его били лопатой? Да, и брали эту лопату, там, брат или свар, ну, по голове убивали. Это солнце? Ну, это солнце, солнышко. Везде на всех вот орудиях. Туда везде. На верационах вот там, чтобы продуктовать. И эту лопатой, ка гостя, так само забивали? Конечно, все забивали. Тут у нас еще сохранилось язычество. Крысала, огонь добивали. Ого! Особенно детям вот это нравится. Дорог тут не было. Вот. Никто сюда не ехал. Зачем и сохранились вот эти все легенды, вот эти поддания. Надо так секти, чтобы не секти, потому что ты можешь секти да пересекти. Мы наведывали музей этнографии вёски Теребличи. 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 О, дякую. А мы от нас спрощались, как правильно. Теребличи. Теребличи. Восьмом от нас, Бусь, за такую чудовную Беларусь, какую вы створаете. И так, коли вы хотите знайсти душу по лесу, то и о нас находится. Вось тут. Приезжайте. Идем глядеть огурки. Добрый день. Ну, пакулиши не огурки, а ли помидоры. Так, мы у вас тут идем. Сколько зараз этот курс помидоров? Пятьдесят копеек. Пятьдесят копеек. Просто бесплатно. Ну что? Кто шукает, то и знаходит. Зеленое альшанское золото. И они отдают силу земли. Коли их яси, не отрываешь от ботвы. Просто крыху, крыху так. Убираем шипушки. Да? Надкусываем. И забираем себе всю гаду. Вильгать земли. Ось так повинен гучать саправданный огурок. Огурковая семейра это называется. Треба припинок. Абсолютно отмыслово, ведущий, что тут такое есть. Мы спойнилися. И это, вот это саправданная локация для твоих фотошек у инсту. Пуцек. И это саправданная локация для твоих фотошек. Огурки. И это саправданная локация. Тут же один на Белоруссии станция кальзования птушек какая-то. А, птушек я люблю, я пойду на птушек глядеть. А, ты говоришь? Эй, а пути тварь? А я засыраю. Вот он, белорусско-итальянский стол. Зараз мы все покажтуем. Моцарелла. И такие сыр косичка, только сыр-кружочек. Перфекто! Погуляю по турову, что я тут зауважаю? Будь, маведы твой рот, шаленый народ, белорусский народ. Я в интересном месте нашел интересного человека. Это Наталья Арнитолагиня. У меня сразу есть пару вопросов. Можно кормить кашу хлебом? Если у нее все доброе, то ее не нужно кормить. А когда уже приходят экстремальные холоды, до минус 30, и вот птушки не взлетели, то их можно подкармливать. Значит, мы высадили. Лепи, но у селяки не кормить пушек. Ну, не прикармливать. Так. Есть место, где им будет их самое доброе. Им нужно будет взлететь в бок, там, Польши, например. Где не замерзают водоемы. Как, может, есть какие-то привычки человеческие, которые, там, древние и уплываются на жизнь опыта? Фейерверки. Есть случаи, что фейерверки их дезерентуют. Знаете, памяты эти, когда там было шмак фейерверков, там лебеди, все поднялись, и там они побились. Ну, там был такой трэш, какой-то был. Вот. А я давно казал, что шарики не экологичные, не трэбы. И фейерверки туда же записываем. И у меня потолке обожняя просьба, а можно поглядеться в бинокль? Я Николь не глядя у профессийный бинокль. Я бачу ласта околось. Блин, они миленькие. Первая частка вашей передачи – бузь. Это на полесе условно называют бузько. Бузько. Да. Микита мне сказал, что Туров – это очмуренный город. И это, правда, так. Почему? Потому что тут даже болоты огородживают. А болоты – это что? Это место, где живут жабки. А жабки – это что? Это будучи символ Беларуси. А еще в городе Туров народился вот этот парень. Константин Астрожский, который в свой час добро давал прикурить нашим исходним соседям. Ну, зараз мы про это не будем казать. А что еще цикаго? Пагоня. Угу. 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 год назад. Тысячу год назад. Але загадка восючим, як яна была разбуранная. Ясная легенда, что земля трусам, але земля трус? На полессе? Суррёзно? Другая версия – это то, что была некая помылка при будаване, таму ее просто не достроили. Есть еще одна версия. Верогодно тут проходили некие войны, таму ее просто разбурыли с нарадом. Зараз я знаходжуся каля каменного саркофагу, який был знайден вось в этой церкве, якая только что была у ее рэштках и падмурках. И тут есть дырочка, я зазернула, конечно, и косток там нема. Мы находимся на месте, где ранее было капище. И поклонялись тут, приносили ахвяры, але не Кириллу Туровскому. Кириллу Туровскому помник поставили уже позднее. Хучай за все, тут было капище и приносили ахвяры. Як вы думаете, кому? Богу Велесу, конечно. Кому же еще? А зараз тут помник Кириллу Туровскому. До речи, можно было и ахвяры и ему приносить, бо мужик был хороший. Ну что, хлопцы, як вам наша подорожжа? Мне здаецца, что мы сегодня побачили то, что можно было побачить. Короче, я сегодня спребывал силу живого огурта. Як лекарь попал? Як лекарь найденов. Я бачу тебе там фоточки еще некой такой заброшки, те арт-объекты. Я сегодня, я столько невероятных неких арт-объектов, локаций для вздымок. Николи просто не бачу, что сюда можно ехать, мяновидно вздымать некие клипы. Это еще Лиза расскажет, там музей, вот эти дядьки, которые выражают с дерева, там так само можно вздымать. И есть некая закидка просто с машинами, композициями, просто с фильма «Пила под открытым небом». Так само я была у Ивана Пилиповича. Складана, передать словами, это нужно побачить. Красиво, вот столько уражений от таких маленьких мест, ну не соразмерная количество уражений по сравнению с померами этих мест. Просто вау. Это просто концентрация. Концентрация белорусского життя. Мы дарим эту тишотку тому, кто напишет самую цикавую легенду в комментариях до этого вида про свой населенный пункт. Делитесь поданными легендами, самыми цикавыми речами про вашу местину, откуда вы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Альбуды злайки, что хочешь, это все равно нас просовывает. Прямо казалось, что подписывайтесь и у звонок натискайте. И натискайте. Все. Будь белорус. Пакуль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...